Девушки отдыхают Ну что, дядь, Сережа, с вами Таиланд Второй день моего здесь присутствия Проехал на велосипеде на своем прекрасном итальянском коне Один час кардио, 23 километра Удалось Ну, если не считать, мне кажется, пару инфарктов Которые я пережил на этих холмиках Поднимая свою 116-килограммовую тушу Наверное. Ну ладно, переходим к ролику Так, вот так заведение у нас Фитнесовая для спортсменов Андрей Валерьевич Здесь все с калориями Белки, жиры, углеводики Давай, куриная грудка Сам популярный момент Быстрее, быстрее Быстрее, пожалуйста Давай, куриная грудка, нам нужно цену узнать Куриная грудка, вот она с пармезаном 145 бат, 220 рублей Недорого, совершенно Есть, можно Рыба, делай жиры Куриная грудка Куриная грудка Так, ну вот собственно Куриная грудка Шаверма Вот моя вот эта история И Андрей Валерьевна Куриная грудка с коричневым рисом И чаек Куриная грудка Обходится в Да, не полностью 550 бат мы поели вдвоем Получается на 800 рублей По 400 рублей на братика Нормалетчик Ну, дороговато, за это не год я бы, конечно Может быть Поменьше башлял Поменьше немножко заплатил А так 1000 бат Он будет По счету с тебя, кстати Ну и вот, собственно, зал Найхарн бич, сюда я ходил 5 лет назад примерно уже Здесь мы снимали тайские каникулы Популярный зал достаточно Раньше было вот это Отделение вот это Сейчас его расширили И я вам, ну, начнем вот с этого зала Я в основном в нем занимаюсь Вот, он кайфовый У нас, получается, жимовые штучки Штангочки Ненужная история Тоже бесполезный тренажер Потом у нас Вот эта хорошая история Вот здесь, кстати, на икры Я не сделал три блина Очень тяжелые Ягодичный мост для девочек Вот здесь вот зона работы для ног Хороший тренажер на ноге У нас Хаммера Вот этот хаммер Вообще беспонтовейший Свободные веса У нас до, до, до 50 килограмм Прекрасные рабочие веса Атмосферка хорошая Это вот первое у нас отделение Вот этот хаммер Я, кстати, такой первый раз видел хаммер Чтобы он был и сверху То есть это тянущий получается у нас Вот в этой стороне И здесь же он получается Жимовой такой Представляете? Оба Так, давай пятерку так Красавчик Вот сюда можно запрыгивать Андрей Валерьевич Здесь как Как хозяин В Питере он Генеральный директор Завода Вентилятор Здесь он генеральный директор Найхарна Здесь также Барчик Спортпит Можешь купить по бешеным ценам Раньше Бананы, кстати, бесплатно давали Я помню Аэробная зона Приходишь по карточке Стоимость Абонементу Я взял на 6 месяцев За 9000 бат 9000 бат Это у нас сколько получается? Вот столько Так Красивые люди занимаются Девочки качают ягодицы Парень бегает Странно зачем он так подпрыгивает Вот Здесь даже телегу Можешь толкать Представляете? Вообще прикол Ножки Ножки Смит Прекрасный тренажер Короче, вот этой части Раньше не было Ты приходишь Ты можешь прийти Сразу писать в кроссовках Можешь какое-то барахло Вот туда Сохранить Все Вот такой Прекрасный зон Так, ребят Почем дуриан? 180 Маленькую Маленькую штучку вот эту Вы взяли? Ну килограмм ровно вышло Вы ее скрывали? Пробовали? Вы пробовали дуриану раньше? Не пробовали? Первый раз? Да Поздравляю! Дама вкусная С черным кофем Я Я с девушкой Своей бывшей Один штук съел Да раз Представляете? Один штук Они очень вкусные Очень вкусно С капустой Самая интересная тема Про съем жилья Ну что Какая потрясающая у нас С тобой квартира Квартира Или по модному Апартаменты Наши апартаменты В кондоминиуме Апартаменты звучит как В кондоминиуме Что значит кондоминиуме Расскажи Кондоминиум Это некий жилой комплекс Который предназначен Для сдачи Отдельных объектов Недвижимости В аренду Как ты умно говоришь Такие ребята Перспективные И потрясающие Как мы с тобой Приезжают из далеких Холодных стран Снимают прекрасное жилье Живут здесь И уезжают Вот это и есть кондоминиум Несмотря на то что это слово Напоминает вам какое-то другое слово Часто используемое в русском языке Ничего общего нет Да Никаких плотских утех Никаких С мужчин Не происходит This is my friend And old comrade Итак Давай Давай мы расскажем В двух словах О нашем скромном Но уютном жилище Да Вот заходим мы И попадаем На нашу уютную кухню Где мы сегодня готовили Прекрасную овсянку Перед утренней тренировкой В принципе Ну это все скромненько Скромненько Но нам достаточно У нас Небольшой бардак Мы сделали специально Сегодня молоко убежало Но мы все уже удали Да Мы специально Ты какая игра с собой Что? Какого? Мы Случайно Сделали У нас было чисто Мы случайно сделали Беспорядок специально Да Вот Это типичное кстати Жилье в Таиланде Да Это типичное жилье в Таиланде Для тех Кто не ворочает миллиардами Не может снять себе Потрясающе дорогущую виллу С красивейшим бассейном А в принципе довольствуется Вот таким вот скромным Но уютным жильем Уютное Самое важное Что у нас есть Когда ты живешь в одном В одних апартаментах С дядей Сережей Важно Что было два туалета Обязательно Это принципиальный вопрос Вот это его Он обычно опечатан Когда Его здесь нет Он опечатан Только Он имеет право сюда заходить А после него Пожалуйста даже не любите Токсичные Здесь Да Тут радиоактивный знак Но мы его покатить для съемки сняли Сами понимаете Это наша трапезная Здесь мы В принципе принимаем пищу Когда мы едим дома Это пилюли твои Это пилюли Да Чтобы Когда вам тоже будет 67 лет У вас будет примерно Такое же количество таблеток Естественно Прекрасно От суставов Да В каждой комнате у нас есть по кондиционеру Три кондиционера Конечно же Ну просто необходимо в этом клинике Плазма Или плоский телевизор Плоский телевизор У нас их несколько Вот есть еще в спальне Многие таки не видели никогда Плоский Там мы смотрим потрясающий канал Россия 2 Очень интересно Это он смотрит Я не смотрю Очень интересные пропагандистские ролики Это потрясающее произведение искусства итальянского Велосипед У нас у него отдельная комната Балкон практически за ним Гараж Здесь я сушу свои вещи Ну и иногда мне тоже остается Хотя бы одна Какая-нибудь вот такая скромная Одна Полочка Куда я могу повесить свою Пепельница Мы не курим кстати Мы не курим кстати Оп Спрятали Так Это бассейн общий Это кстати один из трех Это общий Я думаю это наш Я думаю это наш А это наша вышка И мы туда должны прыгать с тобой Это получается Кондо Титул называется Их пять сейчас Это третий или первый Это первый Это самый старый Это самый старый Поэтому он немножечко такой подобитый Да В новых Вот сейчас я буду переезжать новый Там будет зал вот здесь находиться Там будет все чисто и свежее Там будет другая кухня Там будет керамические панели на кухне Там все красиво Да Там действительно все Прям муха не сидела Розетка Можете попить вам Нет Здесь да Предполагается что обычно еще стиральные машины есть в других Но Так как нам стирать в принципе не нужно Мы не пачкаем Нам и машинка не нужна Зачем нам электроэнергию нам Это вот твоя комната Это моя комната Да Здесь я сплю Соответственно здесь я работаю Поэтому ты здесь спишь А здесь ты работаешь Ну Оказывается по другому всегда Оказывается по другому Я в принципе здесь могу тоже немножко подрабатывать Но пока жизнь еще не толкнула На такие крайние панорамные окна Здесь тоже такие же с видом на Как ни странно Тоже самый наш бассейн Тоже наш бассейн оказывается Шкаф Шкаф Не надо его открывать пожалуйста Понятно Да Там второй санузел Наш туалетик Дошивая Это я Это я Пожалуйста Это вот Мышца И мы опять выходим ко мне Да у нас два входа И мы здесь можем Случайно встретиться Пока слава богу Таких конфузов еще не было Не произошло Не произошло Вот в принципе и все Вот в принципе и все Что по жилью Ну вот такого жилья В конце ноября В декабре Найти на Пхукете Практически невозможно Сейчас высокий сезон Все практически арендовано Нужно заблаговременно Снимать подобные апартаменты Я уже не говорю про вилы Которые комфортные Не очень дорогие Они тоже все уже арендованы И сейчас на острове Действительно достаточно Большой ажиотаж С жильем С поиском Все кто приезжает Или уже живет Кто не позаботился заранее Ну действительно Сталкиваются с серьезными проблемами Поэтому занимайтесь Если хотите здесь оказаться Вот декабрь Январь самый высокий сезон Занимайтесь Занимайтесь этим заранее Подумайте о своем проживании Заблаговременно Я слышал что риэлторы Русские Русские риэлторы Звучит как-то Уже оскорбительно Они сняли много таких апартаментов И сдают их посуточно Либо дороже Такие апартаменты Вообще В какой-то Если брать на год Например Они будут стоить Я думаю Порядка Где-то 35 тысяч В месяц Да может быть даже Подешевле Это порядка На данный курс Сколько долларов сейчас Ну 30 тысяч Ну это наверное где-то в районе тысячи Тысяча долларов Это в районе тысячи долларов Тысяча долларов Получаются вот такие апартаменты Одноместные Будут чуть-чуть подешевле Процентов на 15 Наверное Всего лишь 20 Может быть И а сейчас цены Уже тысячи по две такие Сдают апартаменты И еще да и поубудрить их найти Поэтому Сейчас начинается Поэтому в следующем году Мы наверное поступим Так же как Те самые ушлые Русские риэлторы И снимем Но будем правда Сдавать Для всех подписчиков Дяди Сережи Все по очень скромным Бюджетным ценам Поэтому запомните Что на следующий Новый год Можете планировать поездки в Таиланд И спрашивать жилье И бронировать Уже может быть Прямо сейчас начинать У дяди Сережи Заранее Да и все И естественно Ничто так не укрепляет Нашу дружбу с вами Как предоплата Вовремя отправленную На его банковскую карту Ладно друзья На самом деле Если у вас есть какие-то вопросы Можете писать Если у меня будет какая-то возможность Я вам подскажу Я жильем не занимаюсь Я занимаюсь Тренировкой мускулов В основном Сейчас на Пхукете Консультациями Анализами И так далее И так далее Четко Получается у вас Действительно Вот такое жилье Оно кстати находится В одном из таких Достаточно Топовых мест Спокойных Это Равай Найхарн И здесь Ну такая стоимость жилья Если где-то брать В центре острова Конечно можно снять Там что-нибудь И подешевле И сейчас может быть Даже найти Что-то там Без каких-либо проблем Если вы хотите Что-то снять Как обычно я двигался Я приезжал Снимал что-то на неделю Например Сейчас через Booking IronBitB С узкими картами Это сделать сложновато Конечно Но возможно И потом я ездил По району Который мне нравится Просто по тем же Кандоминимуму Спрашивал на ресепшн Есть ли какие-то места И просто там по вилам ездил Иногда Гош мне тогда помогал Когда я еще в семнадцатом году Спрашивал у местных Кто-нибудь что-то сдает И вот так Я тогда снял Двухэтажный дом За семнадцать Или двадцать тысяч бат Не помню Короче Это Шестьсот семьсот долларов Вот И жил Как Тайский король Практически Только без двадцати Наложниц Немножечко про транспорт И про Мотобайки Транспорт Транспорт И байки Вот такой байк Андрей Валерьевич Снял у нас за четыре с половиной тысячи бат В месяц В месяц Стоимость Это стоимость Примерно где-то семь с половиной Семь восемьсот тысяч рублей Но это не самая низкая стоимость Потому что во-первых Сейчас высокий сезон И все дорожает Байков становится мало И Ну они разлетаются как пирожки То есть грубо говоря Ребят с ноября Особенно с ноября По Какой-то февраль Да Цены в два раза больше То есть этот байк можно снять Наверное Тысяч за три я думаю Три тысячи бат Это где-то пять тысяч рублей Поменьше Да Да Это вот такой Это средний на самом деле Байк Это средний 150 кубовый байк Опять же Когда будете снимать байки Давайте освободим проезд Потому что машинки какие-то начинают ездить И пока вам Несколько лайфхаков Ну Людей которые Предоставляют услуги по аренде байков Достаточно много И Русских в том числе Достаточно много ребят Кто Сдаёт байки Совсем на демократичных условиях Что я имею в виду У вас Обязательно попросят залог За такой байк Залог составляет не более 100 долларов И Ряд Компаний Берут в залог Какие-то паспорта Какие-то документы Вот этого делать ничего не нужно Зачем вам Идти на какой-то риск 100 долларов отдали Забыли Вам отдали весь комплект документов Вам отдали Шлемы Вам отдали страховку И Соответственно ключи от этого байка Вы спокойно им Месяц пользуетесь Заправляетесь На заправках И по большому счёту Больше ни о чём не думайте Горе не знаете Я бы вам рекомендовал Не брать новые байки Они очень хорошо смотрятся Но если вы грохнетесь Если вы его поцарапаете Вам придётся за это башлять Поэтому вот этот вариант идеальный То есть нужно взять Такой трёхлетний Четырёхлетний Двухлетний байк Чуть-чуть покоцанный Поэтому на нём даже Какие-то заметки не будут Вот есть клик Тоже популярная модель Если вы один Либо если вы весите мало Если вам не важно как он выглядит Отличный байк Он кстати очень шустрый Более резвый кстати Чем вот этот Плавный очень И вот мой байк Это огромный байк Это Форза Также есть у нас Икс Макс Я ездил на Бали Трёхсоткубовые Байки у нас такие В нём уже Большое количество Кнопочек Функций Которые В принципе вам особо Наверное таки не нужны Большой багажник У нас тут Здесь беспроводная Видите я взял Подошёл Так как у меня ключ в кармане Всё открывается Мне дали новый шлем Я за него Отдал Он 2020 года Я снял его недорого Потому что у меня Есть связи Здесь И у меня Получается Что есть Я задал 200 долларов Залога за него Его видео поснимали Он чуть-чуть Тоже такой Пошарпанный Выглядит потрясающе Едет круто Я езжу медленно У меня шлем Кстати я надеюсь С велосипедом Шлемом езжу Так как у меня Велосипед Есть И что давайте Я вам наверное Немножечко его покажу Пум-пу-пум-пум Хоп Тилин-дилин-дилин-дилин-дилин Большой человек Большой байк Вот такой прекрасный байк Мне нравится Что уже в современных Всех байках Не нужно там вставлять Что-то какие-то Ключи Как в принципе с тачками Там есть кнопка блокировать Но по факту ты просто Его выключаешь Отходишь Он сам Становится на сигнализацию У меня есть даже Для крепления Для телефона Если нужно Удобно кстати Ездить с Apple Watch Они показывают маршрут Ну то есть Когда ты куда-то едешь Они там поверни налево Направо Но на всех На многих байках Есть такие крепления Байк у нас Разгоняется До 160 км Я езжу Ну максимум 100 Если чувствую Что ситуация Безопасная Я езжу уже Много лет В аварии Я кстати На байке Пару раз был Но это было Чисто по моей Глупости Так я Очень аккуратно Такие лайтовые Я там коленку чуть-чуть поцарапал И помял Немножечко байк Мне кажется это потому Что какая-то туристка Европейская Забыл включить Поворотник Тупая пизда Вот Вот в принципе байк Поморгать можно О Смотри Какая технология Я даже не знал что у меня это есть Такая Типа Ветер дует И хоп Аэродинамичный Ух ты Я тоже не знал Да Он сам выключается Кстати Вот есть такая штучка Ты можешь ее поставить Чтобы он экономил 100 миллилитров топлива В принципе все Что тут еще можно сказать Хороший байк Потрясающий байк Потрясающий байк Потрясающий человек Потрясающий Таиланд А сейчас мы давай расскажем еще о Максимальном наборе документов И о полиции Которые нужны Для того чтобы на байках На байке на этом перемещаться Давай сейчас я тебе отдам Телефончик И покажу Максимальный набор документов Который точно вас убережет От каких-то претензий Со стороны Полицейских И контролирующих Органов Так Демонстрируйте Итак Что максимально нужно вам Для того чтобы управлять байком Вам нужны Необходимо водительское удостоверение Желательно с категориями Ну как минимум М Но в идеале будет Для 300 кубов Еще и А Но обойдутся Что называется Это минимум Вопросы могут задавать Полицейские Но как правило Этого будет достаточно И каких-то критических вопросов Не возникнет Если же вы хотите Совершенно обезопасить себя От каких-то претензий Со стороны контролирующих органов Международное водительское удостоверение Которое вы также можете получить И оформить В своем РЭО В своем городе И достаточно несложно это все оформляется Где указаны также все категории На которые оно выдано И вы предъявляете Полицейскому при проверке И никаких точно вопросов к вам не возникает На Пхукете останавливают туристов Чаще всего тех, кто лихачит Чаще всего тех, кто заезжает в туннели В которые на байках заезжать нельзя И чаще всего тех, кто игнорирует правила Минимальные правила Как минимум ездит без шлема Вот без шлема не ездите Это опасно За это останавливают За это штрафуют И там уже могут возникать сразу Все остальные вопросы И с правами, и со всем остальным Не нарушайте правила Ездите со шлемом И как правило туристов Никто и не остановит Все будет замечательно Местные, кстати, особо без шлемов Могут не останавливать Потому что, ну, все понятно Потому что денег есть Потому что вы не ездящие Кошельки, приехавшие из Европы Потому что у вас больше пиастров Я езжу со шлемом С велосипедным шлемом И я знаю, где все точки На самом деле стоят Как правило Ну, я здесь долго жил А точки особо не поменялись Где стоят патрули, которые Всех тормозят Тормозят, бывает иногда Сразу всех туристов Ну, то есть Ток туристов тормозят И проверяют Если нет шлема Раньше это было 500 бат штраф И если нет прав Еще 500 бат То есть, если у вас нет прав В принципе, ну, и вы Нормально умеете ездить Вы просто сможете даже пойти На курсы какие-нибудь По байкам Даже здесь на Пхукете Пройти их И потом Ездить Ну, просто там Немножко вам придется Отдавать лишние деньги На штраф Обычно это вот 500 бат Но бывает, конечно, ушлые Всякие ребята Они берут и тысячу Так что все Вот я езжу Таким образом Заправляется на заправке У меня большой бак Я его заправлю На сколько-то, наверное, бат 150 И мне этого хватит На весь остров Насколько я помню Всего 2 или 3 камеры Всего на сегодняшний день Установлены камеры В отличие от России Здесь практически нет Так, по поводу автомобилей И такси Я хотел сказать Такси Андрей Валерьевич Ты через приложение Через приложение Драйвер Я заказал У нас в России Тоже есть такое приложение Все достаточно удобно Комфортно Вот мы едем Такая зелененькая штучка Покажи Сейчас покажу Покажу Вот такая вот Зелененькая штучка Вот такой вот Приложенец Достаточно удобно Можно поторговаться с водителями Выбрать тот автомобиль Который нужен Задать свою цену Ну, в общем Огромное количество вариаций Короче, ты ставишь точку Откуда ты едешь Докуда едешь Тебе предлагают Несколько вариантов То есть, например, едет Какой-нибудь парень Таев На гелике Шестилитровом И такой Почему мне заработать 150 бат 250 рублей И Кто же бизнес дорогой И такой Хоп Видит заявочка И он предлагает Свою кандидатуру Нет, конечно На самом деле Здесь в основном Японские автомобили Это Toyota Это Corolla Это Минивэна Много таких удобных Больших минивэнов На компании Стоимость Вот мы едем в центр острова Из нашего края Сколько стоит? 500 рублей 500 рублей То есть, это дешевле, чем в Санкт-Петербурге Ну, потому что это, наверное Нам ехать Наверное, минуток 40 Сейчас 30 Ну, 30 на минуту ехать Это комфорт-класс По поводу такси Вот как на Бали популярно Гоу-джек На байках Здесь Здесь Нет, почему? То же самое Конечно Ты, когда выбираешь Вот здесь Категорию автомобиля Выбираешь Обычную машину Минивэн И вот он Мото Мото так же приедет за тобой Тебя отвезет Конечно, твое дешево Потому что на Бали они сразу видны Они в специальных зеленых куртках И сразу, как мы видим Яндекс.Доставка Например, так же и на Бали Но здесь я просто не видел визуально Значит, они просто работают в своей одежде И там можно за 80 рублей Отъехать куда-то, если вы боитесь что-то Ну, то есть, если вы хотите передвигаться Своими ногами Здесь мало пешеходных дорожек Получается в Таиланде Все об этом знают Но дорога, конечно, гораздо шире Ну и больше здесь, чем на Бали, например Да Выделено хотя бы обучено явно Вы можете передвигаться вот на такси Это не так будет дорого Если вам не сильно много куда-то нужно ездить Не разоритесь, как в Москве Доехал до другого края Отдал 2-3 тысячи А по поводу аренды автомобилей Так как автомобили Хотя Андрей заядлый автолюбитель Обладатель двух BMW Потрясающей красоты и мощности Здесь мы передвигаемся на байке Вот Но автомобиль он тоже будет снимать Если что, у меня есть друг Серега Он занимается как раз сдачей аренды автомобиля Если вам интересно Зылочка будет внизу Конечно, если вы семью и приехали Какой байк Там дети, не дети Ну да Все-таки машины Особенно в межсезонье Дороги свободные На машинах достаточно комфортно передвигаться И в сезон дождей Тоже это будет поудобнее Ну да Любые машины Гибридные Электрические Все что угодно Вот контакт у Сережи Крайне позитивный Хорошие цены Отличные автомобили Поэтому пользуйтесь Ну да Ну и как мы понимаем Сезон цена у нас Как я говорил Вообще на все увеличивается Ну как и везде В Питере, например Приехать в Питере Снять квартиру летом Достаточно проблематично Ну то есть Посуточно сдаются Например там От трех тысяч рублей На среднее там Шесть тысяч в день Квартиру снять А когда наступает ноябрь Цена опускается до двух тысяч Ну то есть Цена в три раза отличается Так же и везде Про еду Про еду Про тайскую еду Хотел немножечко сказать По сравнению с Бали Ну вообще тайская еда Мне из всех кухонь Нравится на гораздо больше Я люблю том ямы Паттайя Жареный рис Вот это всю еду Как бы связано с морепродуктами Рис в ананасе Очень мне нравится Такая Потрясающие вкусноты Салат Из Папайи Короче Очень кайфовый Диетичный И еда Здесь получается Стоит В принципе недорого Если вот например Рядом с домом Здесь у нас туристическое место Достаточно Такое спокойно Популярное Андрей Валерьевич Покупал шаверму За 70 бат Это где-то не знаю 120 рублей Грубо говоря Но с 1 ноября Она подорожала Стало стоить 100 бат То есть на 30 процентов Цены начинают увеличиваться Но грубо говоря Мы заходим Едим какие-нибудь шашлыки Какой-нибудь рис Или там рыбу Какой-нибудь Ну то есть нормальный Средний прием пищи С каким-нибудь кокосом Либо Это Не с тем кокосом Нормально Не с тем кокосом О котором он думает И он себе не уходит У него есть головы Этот кокос Вот Мы Отдаем Порядка наверное 400 400 400 рублей на человека Просто идеальный Идеальный объем еды И такая в принципе Здесь можно есть Может конечно идти Есть какие-то Фитнесовых кучи кафешек Которых Говноеда пресная Невкусная Невкусная Нет Есть еще интересное место Мы обязательно пойдем И Но сама по себе Тайская еда Она сама по себе Фитнесовая Потому что это сочетанием Белка Морепродуктов Вкусного мяса И риса Углеводов Самого популярного Качковского Углевода Ты поменьше говори Потому что микрофона Тебя нет Ты будешь как Маленький человек Пищащий Под диваном Говорить Ты хочешь Мою славу забрать себе? Вот Короче еда Кайфовая Если вы хотите Питаться в ресторанах То на 400 500 рублей Если вы Средний Такой даже Человек То вы можете Наедаться Мы не говорим Про огромное количество Фруктов Здесь просто свежайшие Сладкие И вообще Дешевые Короче 1000 рублей Я трачу Наверное Примерно На еду На еду В день Так Топ Маркер Какие Козельки Себя Плавают Кукатульки. Вот, ошараки. О, шлычки вот здесь, кстати, прикольные. Из курицы будем брать. О, вот такие я, кстати, ел всякие прикольные из курицы. Взял, съел. Опа, куриногруха, куски белка. Чуть-чуть поджарилась. Ягодичка. У него сегодня день ягодичка. Опа. У него 14 айфон, что ли? Да. Так, взяли шлычков. 15 бат, это 20 небольшой. 26 рублей. Маленькая штучка такая. 10 грамм белка. Максимум. У Андрея Валерьевича происходит катаболизм. Его мышцы разрушаются на глазах. Мне надо срочно пополнить. Пополнить свой запас белка. Все шлычки по 15 бат. Я вот люблю в Таиланде такую тему. У меня есть сосиски с беконом ассортимулька. Это курица, это говядьба. Священная в Индии. Острые шашлытики, как я люблю. Кайф. Вот так ты идешь, идешь, идешь. Захотел накатить? Накатил. Зашел в бар. Парни тут все убирают. В Таиланде очень любят вечеринки, пьянки. Это правда, конечно, не наш. Андрей Валерьевичу противопоказанно пьянствовать. Врач сказал ему... Это будет последний мой раз. Сказали, если будешь бухать, умрешь раз и навсегда. Друзья, вы... Вы видите... Знаете, какую картину? Очень душный человек. Очень душный человек. Это стоит 120 бат. Ну и сколько это? 200... 200 рублей. 200 рублей за кепку. И он хочет... I promise you. И он хочет 30 рублей. Okay, okay. Thank you, my friend. Сколько ты вытащил? Я купил 3 за 110 каждую. 330 я заплачу, а не 360. 30 бат. Мы практически кофе с тобой попьем сейчас на халяву. А, мы 2 шашлычка с тобой купим, кстати, курины. Это потрясающе. 2 шашлычка Андрюха надороговала. Андрюх, ты зарабатываешь больше миллиона рублей в месяц? Это коммерческая тайна. Но, что называется, что мы сделаем для... Скорпион за 4 сны. Ого. Ты даже захотел, да, скорпиончику заработать? Я же скорпион. А личинку такую за десятку, за то дешево. Это точно белок. Это как челлендж. Это белок. Я такую есть не буду. Съешь на камеру? Да. Для сториса. Это вкусно? Да, я не понимаю. Ты попробовала? Да, да, да. Только один раз. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Это лучше? Да, лучше. Это хорошо. Это хорошо. Вот, таракан. Хочешь здороваться? Ну что скажешь? А если... У нас два туалет? Да, на рынке торты продают. Тортики. Ренат Акзамов был бы... Недоволен. Это не торт. Это селедка под шубой. Тема денег. Она, на самом деле, очень популярная. Много пишут, как же, что же с деньгами, как их снять, потому что карточки русские не работают. Но вы можете, конечно, позаботиться и сделать белорусскую карточку. Вы можете сделать карточку... Я не могу на это смотреть. Это режет глаза мне. Красота. Ну, как сказать, красота. Карлики, своего рода, тоже такие красивые, уродцы. Я просто жал. Женщина с бородой. Ну да, они с какой-то... Вызывают другое чувство. Или большие бодибилдерши тоже у кого-то вызывают интерес. Ну ладно. Небольшое отступление. Про деньги. Деньги можно снять, но вы можете поменять, поменять доллары и просто в любом обменнике их поменять на бат. Самый простой способ. Но есть даже еще проще способ. Здесь появились желтые конторки такие, где ребята через обменники криптовалютные обменивают бабки. То есть вы, грубо говоря, просто переводите там на карточку Сбербанка. Вот Андрей Валерьевич переводил... Сколько ты переводил? Я перевел 170 тысяч рублей и получил 100 тысяч бат. 170 тысяч рублей он перевел, получил 100 тысяч бат. 170 или 180? 177. 177. 180. То есть курс по факту... 172. То есть каждый день меняется. Чуть-чуть подзавышенный. Ну то есть они свои процентов 5. На этом зарабатывают. Но зато здесь нет никакого геморроя. И вы можете здесь... Все они отналичивают. USDT. Казахстанские деньги. Могут поменять биткоины. Доллары. Все что угодно. Короче любые криптовалюты. Такие желтые вагончики у нас здесь стоят. Можете шел. Да и можно легко поменять и разобраться с деньгами. Так что смотрите как вам удобнее. Доличка не нужна в больших количествах. Мог можете ее не везти и не проводить огромные десятки тысяч долларов в задницу. Стирка вещей. Сколько вещей? Пакет вещей. Стирку с глажкой. Стирка 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 с глажкой. дай бог ему мозгов нам напишите какой какой не айкью в комментариях замолчи прививки никакие не нужны вы можете прилетать и не париться кстати когда вы прилетаете просто туризм какой-то вам дает штамп сейчас он длится 45 дней надеюсь это не жопой сделал sim карты и мобильная связь здесь потрясающий интернет можно поприлет кстати в аэропорт сразу же пойти сделать местную симку они как правило дороже тарифы больше вот мы поехали в ну то есть у меня было просто андрей валерьевич интернет поэтому не особо был не нужен в аэропорту есть вайфай можно приехать подключиться там если что-то нужно но можно купить там сам простой сим-карту потом ее поменять например вот на такую мы купили что трумов вот у нас хоп хоп фокус сюда получается 150 стоит сим-карта и 200 бат в месяц это получается 500 небольшим рублей вам вы отдаете и получить безлимитный интернет 5g у людей меняется иммунная система вплоть до потенции которая страдает понимаете вот короче вы отдадите 500 рублей у вас будет сим-карту на месяц и безлимитный интернет с отличной скоростью 5g ловит хуже чем лте кстати у нас в россии но мне везде хватает прямые эфиры какие-то надеюсь но я в скорость пробивал скорость отличная потрясающе и вайфай кстати у нас здесь тоже хороший но во всех отелях проблем с интернетом нет надеюсь куча русских не понапряжает и не начнет скачивать с торрентов какой-нибудь гадкую мерзкую порнуху и засрут весь трек ладно этом все с вами был дядь серёжа андрей валерьевич он же потрясающей красоты мужчины гений мысли и острометных юморесок все подписываясь мускулы всем пока и